Праздник родного края прошел в киноконцертном зале имени Довженко в рамках 14-го кинофестиваля «Запорожская синерама». О том, что ждет запорожских любителей кино, знает наш корреспондент. Праздник родного края открыли в народных традициях – песнями, танцами и горячими варениками с картошкой. На площадке перед кинотеатром разместилась творческая выставка-ярмарка. Запорожские мастера показали народные вышиванки, обереги, различные изделия из глины, которые гончары лепили прямо на глазах у зрителей. Картины из шелухи лука и капусты, украшения из драгоценных камней и многое другое. А в зале кинотеатра гостей праздника ожидала киноподборка фильмов, снятых в Запорожье, начиная с 1956 года. Также вниманию зрителей была представлена статуэтка «Запорожский казак», которая станет главным трофеем на фестивале «Молодое кино», который пройдет в рамках синерамы 11 сентября. В этот день молодые режиссеры будут представлять свои короткометражки. Для участия в фестивале уже прислали 30 картин из Украины и одну короткометражку у российских режиссеров. Работы очень разные, и качество будет определяться по номинациям. То есть и актерские работы, и музыка в кино, и операторские работы. Выбирать лучшие будет профессиональное жюри, но и зрители смогут сказать свое слово о картинах. Зритель посмотрит их, определит, какой из них лучший. То есть это будет приз зрительских симпатий. Также в рамках фестиваля пройдет праздник для молодых семей, ждущих ребенка, и праздник «Ко дню Запорожского казачества», организованный совместно со Школой боевого искусства «Спас». Торжественное закрытие фестиваля и вручение главного приза «Запорожский казак» состоится 12 сентября. Субтитры создавал DimaTorzok